Новые и старые министры. Кому достались портфели и как распределились места? Все о новом кабинете министров расскажем. Бурановские бабушки сдержали слово и возродили сельский крам. На первый молебен съехалась вся округа. 20 рябин вместо нового торгового центра. Ижевчане отвоевали зеленый уголок, а власти республики обещают остановить точечную застройку. В Удмуртии полностью сформировано новое правительство. Соответствующие указы подписал глава региона Александр Соловьев. Сегодня у министров был первый рабочий день. Ксения Мороз расскажет подробнее. Шесть министерств сокращено, три новых ведомства появились. На заседании правительства Удмуртии премьер Виктор Савельев называет фамилии новых министров. Свои посты в прежних министерствах сохранили 12 человек. Среди них главы Минздрава, Минсельхоза, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, национальной политики. Дальше будут работать и министры экономики и имущественных отношений. В должности министра, но в реорганизованных министерствах продолжат работать Олег Родионов, Министерство промышленности и торговли. Игорь Краснов, Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики. Владимир Соловьев, Министерство культуры и туризма. Ольга Карепанова, Министерство социальной, семейной и демографической политики. Новыми лицами на министерских постах, но не в правительстве стали. Иван Новиков, Министерство строительства и архитектуры. Иван Маринин. Новое министерство энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов. Новиков и Маринин были заместителями главы Минстроя. Надежда Губская. Министерство труда и миграционной политики. До сих пор была заместителем в Минтруда. Александр Нестеров. Министерство природных ресурсов и окружающей среды. Абсолютно новыми фигурами в Удмуртском правительстве стали Алексей Мирошниченко. Министерство образования. До последнего времени ректор Глазовского государственного пединститута имени Короленко. Сергей Токарев. Министр сельского хозяйства и заместитель председателя правительства. До сих пор бывший главой Алнашского района. Новыми образованиями в структуре правительства стали три агентства. Андрей Прокошев возглавил агентство по информатизации и связи. Был заместителем руководителя в аналогичном министерстве. Алексей Воронцов теперь руководит агентством печати и массовых коммуникаций. Бывший начальник управления экономики в Минкультуры. Должность руководителя агентства по инвестиционному развитию на сегодняшний момент остается вакантной. Оценивая новый состав кабинета министров, Виктор Савельев отметил, что с большинством членов этой команды руководство республики работало последние семь месяцев. Должны прийти в правительство новые люди. Из тех, кто сегодня обозначены в ранге министров, представляется на подписании указов Александра Васильевича, в принципе, люди в основном понятные, известные. Часть людей из открытого правительства, часть из тех, кто у нас был в кадровом резерве. Но, в общем-то, база команды, она сохранена. До 1 января 2015 года должны быть созданы новые структуры самих министерств и ведомств. Одна из ключевых задач, которую ставит перед правительством глава Удмуртии Александр Соловьев, это оптимизация кадров на 15%. Кроме этого, министрам предстоит активно заниматься поиском и привлечением инвестиций в свою отрасль, а также чаще встречаться с жителями Удмуртии. Встречи должны быть обязательны. Чем чаще мы встречаемся с нашими людьми, тем меньше разговоров. Я сегодня, как глава республики, буду делать так, чтобы и парламентские, и не парламентские партии работали вместе с нами. Мне тоже это очень важно. Сегодня у министров был полноценный рабочий день. Оценить эффективность сформированного правительства, как отмечают эксперты, можно будет уже через полгода. Ксения Мороз, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». Итак, говорить, насколько эффективным будет сформированный кабинет министров сейчас преждевременно, эксперты отмечают, что во многом нынешняя структура правительства отражает общероссийские тенденции, хотя некоторые изменения, например, упразднение Министерства молодежной политики, у политологов вызывает вопросы. И тем не менее, правительство сформировано и уже работает. Мне кажется, сейчас необычайно важно дать кредит доверия человеку, которого избрали, и весьма приличным количеством голосов. Для того, чтобы определить эффективность действий и деятельности команды, подобранной на эти, скажем, благие намерения, мне кажется, достаточно пристального внимания к ним в течение полугода, чтобы, в общем-то, уже иметь представление о том, что можно ожидать или насколько это не есть блеф. Детально о назначениях, структурных изменениях и планах Кабинета Министров сегодня расскажет председатель правительства Виктор Савельев в экспертном мнении на нашем канале сразу после спортивных новостей. Не пропустите, а мы продолжаем. Накануне село Бураново принимало гостей со всей Удмуртии повод молебен в окончании строительных работ в храме. Фактически открытие такой долгожданной сельской церкви. Возрождать ее взялся знаменитый на всю планету удмуртский коллектив «Бурановские бабушки». Мария Лебедева расскажет. Церковь, без которой в селе Бураново жили больше полувека, подняли за пять лет. Стройку затеяли восемь бабушек, главные звезды Удмуртии, покорившие Евровидение. Собственно, после этого музыкального конкурса бабушки и начали зарабатывать на церковь быстрее. Два года постоянных гастролей и все ради того, чтобы возродить в селе храм. Как прежний сносили, им рассказывали родители. Ломали, крест скинули сверху, жгли книги, жгли иконы. А в 49-м году нефтеразведка приехала, они построили бараки, им надо стало печи строить. Кирпича нету. И государство разрешило ломать церковь. Сейчас в новой церкви уже начались первые службы. Деревянный потолок, пустой иконостас. Жители Бураново ждали храма слишком долго, чтобы беспокоиться за внутреннее убранство. Бабушки обещают еще немного заработать на концертах и здание довести до совершенства. Колокола уже едут к ним из Каменск-Уральска. Мы специально туда ездили, дали концерт, познакомились с рабочими, которые там отливают колокола. Заказали им эти колокола. И вот они достаточно быстро отлили нам. Говорят, как легко мы вам отлили, девушки. Бабушки сказали, да, мы девушки. Появление церкви в селе – важное событие не только для местных. На открытие храмов Бураново съехали со всех окрестных деревень и сел. Специально приехали на автобусе, много нас делегаций полная. Из двух деревень – Курегова и Баграж-Бегра. А еще и гандокья, пальники, кукушки. Но самые теплые слова бабушки услышали от односельчан. Это здание строилось у нас на глазах. Мы знаем, кто в него денежки вкладывал. И знаем, как оно строилось. С какими силами, сколько крови, сил, слез в него вложено. Матю, мать, спасибо, дай Бог здоровья. Благодаря, целую. Сегодня уже от радости ревел. Мария Лебедева, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Удмуртия не отказывается от проекта первой платной автодороги. Речь о трассе Ижевской Гра. Она будет дублировать старую федеральную трассу, но сделает путь, короче, почти на 30 километров. Глава Удмуртия этот проект уже обсудил с руководством Федеральной дорожной службы России. Сейчас республика ждет визиты инвесторов. В ближайшее время к нам приедут люди, которые готовы вкладывать финансовые средства. А это не исключена возможность. Может даже быть и бюджет Российской Федерации. Но вот условия. Мы строим вот эту дорогу, а параллельно ту дорогу старую берем к себе на баланс. Да мы не против. Она же так или иначе проходит по нашим населенным пунктам. Решение будет принято до конца этого года. Об этом Александр Соловьев рассказал, комментируя итоги командировки в Новосибирск. Там проходила международная выставка достижений в области дорожного хозяйства. Удмуртия презентовала свой Камский мост. В России это первый дорожный проект государственно-частного партнерства. Владимир Путин привел его в пример другим регионам. Как для республики Камский мост, так и для Ижевска. Земснаряд на городском пруду – важный проект. Сегодня чистка столичного водохранилища идет полным ходом. Площадку под грязь из пруда отвели такую, что на ней можно разместить содержимое 2500 евро фур. Анастасия Редько с подробностями. Земснаряд на Волошке работает круглые сутки. Технику не глушат даже на ночь. Операторы сменяют друг друга каждые 12 часов. В этом месте земснаряд чистит дно. Микрофиты убирают вместе с корнями. Пойти в рост им нынче помешало прохладное лето. Но если следующее будет теплее, камыш здесь вырастет по пояс. Этот рогоз в принципе занимается чем-то. Он собирает все тяжелые металлы, но при разложении выделяет фосфор, что является благоприятной средой для сине-зеленых водорослей. К середине ноября эта косилка должна избавить Ижевский пруд от десятков гектаров водной растительности. В следующем году специалисты дислоцируют земснаряд на участок пруда в Ленинском районе. Там будут чистить и углублять дно. Предполагается выполнение комплекса работ. То есть и удаление высшей водной растительности, и устройства биоплаты, то есть биологические методы очистки воды. Удаление донных отложений, донных илов, которые в совокупности должны давать положительный результат именно в виде улучшения класса качества воды. Это мировой рецепт лечения искусственных водоемов. Долгий и дорогой. За три года на реабилитацию Ижевского пруда потратят почти полмиллиарда рублей. Деньги республика выбивала несколько лет. И в этом году повезло. Удмуртия попала в шестерку регионов, которым досталась федеральная поддержка на очистку водных объектов. Все, что срезает и перемалывает этот земснаряд, он переправляет сюда. Площадка сможет вместить 150 тысяч кубометров ила и водной растительности. Для сравнения, это объем 2,5 тысяч евро фур. После того, как карта на мыво будет заполнена, площадку разровняют и рекультивируют. Анастасия Ритько, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». Студенты ИЖГТУ вышли в финал чемпионата мира по спортивному программированию. На днях в университете прошел отборочный этап. В нем участвовало 17 российских команд. Все подробности расскажем прямо сейчас. Нужно для каждого охотника вывести привидение, которое он убьет. В смысле, ты же сказал, охотника должен убить привидение Амалы, нет? Эти охотники за привидениями на самом деле одни из лучших студентов-программистов республики. На днях в ИЖГТУ прошел четвертьфинал чемпионата мира по спортивному программированию. Удмуртия принимало 17 команд со всей России. А в это же время, точно в таких же университетских аудиториях, в еще 120 странах, ломали головы над заданием Олимпиады другие компьютерные гении, также участвующие в чемпионате мира. За пять часов им предстояло решить 12 задачек. Например, распознать соперников голливудских супергероев, сосчитать ворон или найти заданное число. Смысл заключается в том, чтобы составить программу решения вот этой задачи конкретно так, на одном из стандартных языков программирования. Причем достаточно эффективное должно быть решение. И побеждает команда, решившая большее количество задач, а при равном количестве, значит, команда, которая потратила на это меньшее штрафное время. Все задания написаны на английском языке, чтобы потом в финале, который в этом году пройдет в Марокко, студенты не растерялись. Хотя языкового барьера у программистов нет, рассказывает, не отрываясь от своего ноутбука Виктор Камышев. Он и его команда в 2008 году привезли золотую медаль по спортивному программированию из Канады. После этой победы предложения работы буквально посыпались на Виктора и его одногруппников. Но Виктор предпочел остаться на родине. Сейчас в Ижевске он развивает профильные олимпиады и занимается любимым делом – программированием. Определенные компании начинают писать письма людям, которые получают золотую медаль, но не только золотую, там любые медали. А вам кто писал? Фейсбук, Гугл, какие-то еще. Найти престижную работу, проверить свои знания, подтянуть профуровень. Такие задачи ставят перед собой участники этого четвертьфинала. Кстати, команда технического университета несколько раз добиралась и до финала чемпионата по спортивному программированию. И в этот раз ребята прошли в следующий этап состязаний, который вскоре пройдет в Санкт-Петербурге. Анна Ковырзина, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». На бульваре Гоголя в Ижевске прошел субботник. 20 рябин, которые посадили местные активисты вместе с главой Удмуртии, еще не скоро заменят вырубленные строителями деревья. Тем не менее, уничтожение сквера остановлено, озеленение началось. На бульваре Гоголя Александр Соловьев сделал важное для города заявление, пообещав остановить точечную застройку. Здесь эксклюзивная посадка, чуть подальше букетная. На бульваре Гоголя, где 10 лет местные активисты держали оборону и не давали вырубить очередную зеленую зону, высадили 20 рябин. Мы не считаем, что это победа, потому что часть деревьев, безусловно, пострадала. Но, слава богу, что не пострадала остальная часть бульвара. А могла бы, если бы не общественность и не вмешательство личное, вмешательство Соловьева. Что, кстати, на мой взгляд, такие технологии или такие способы принятия решений разруливания конфликтов, они не есть модельные и правильные. Городские вопросы должны быть городскими вопросами. Под руководством бывшего главного дендролога Ижевска, а ныне председателя общественного градосовета, глава Удмуртии вместе с общественниками высаживают деревья. Любовь Яковицкая следит, чтобы все было по правилам. Если вы в этой сквере стоите, я вам благодарна, знаете, Путину за Крым, а вам я бы пограблюсь не буду. Договорились. Я встаю. Тогда, если в этой сквере стоите, дай бог вам здоровья. Сегодня город живет за счет старых деревьев во дворах и оврагах. Новых зеленых зон столицы Удмуртии катастрофически не хватает. Социологи, проведя исследование, выяснили. 60% ижевчан живут в условиях, когда в пешей доступности нет мест, где можно просто погулять. Мы свели площадь этих скверов, парков до такого минимума, что у нас сейчас на сегодняшний день всего 5 квадратных метров на человека. Хотя по нормам нужно 16. Я просто скажу, что 78 гектаров скверов, парков мы уже отдали под застройку безвозвратно. Общаясь с жителями, Александр Соловьев отмечает, что зеленых зон в Ижевске будет больше, а точечную застройку в городе прекратят. Мы запретим эту точечную застройку. Я когда говорил об этом, я думал, меня услышат и прекратят. Но раз не хотят, на основе закона и той законодательной базы, мы эту точечную застройку в городе остановим. Глава Удмуртии обещает, что к озеленению города будут привлекать и активных горожан, и дендрологов. Последние настаивают, что зеленым зонам необходимо придавать официальный статус скверов и парков. В противном случае все пойдет под топор и застройку, как бесхозная территория. Соловьев готов к диалогу. И на бульвар Гоголя обещает вернуться. Весной с благоустройством. Ксения Мороз, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». На этом у нас все. Удачи вам и до встречи.